В Баравинском Остроге в преддверии Дня Победы над головами летали стрелы. Участники военно-исторического клуба «Кованная рать» устроили турнир по стрельбе из лука. Парни и девушки в нарядах 16 века соревновались в точности. Данила Вужевский узнал, как правильно держать средневековое оружие и почему так важно знать традиции жителей Сибири того времени. В этом турнире единственное ограничение для участников – возраст. Среди лучников – те, кому уже исполнилось 14. Участвуют как парни, так и девушки. До мишени около 20 метров. И чтобы показать хороший результат, важно знать основные правила стрельбы из лука. Спина прямая, плечи расслаблены, стопы параллельны друг к другу. При этом, если вы левша, так же, как и я, лук нужно держать правой рукой между указательным и большим пальцами. Затем берем стрелу. Направляющее оперение должно находиться справа. Натягивать стрелу нужно тремя пальцами. И теперь можно производить выстрел. Ну, с первого раза это вряд ли получится. Для нас, городских людей, сложно. Потому что те мышцы, которые отвечают за стрельбу из лука, у нас, к сожалению, атрофированы. Поэтому на освоении техники просто стрельбы, базовые техники, уходят от полугода до года. То есть это нормально. При достаточно интенсивных тренировках, там, два-три раза в неделю. Ирина Гавриленко пришла в клуб из-за любви к истории. Педагог по образованию рассказывает. В книгах об этом писали интересно. Но на деле все оказалось ярче и эмоциональнее. Такие клубы приходят люди с очень четким пониманием того, что они хотят в жизни сделать что-то более значимое. Для себя, для общества популяризировать историю или найти что-то о своих предках. Луки изготавливают мастера клуба. А вот стрелы сами ребята. Наряды жителей Сибири 16 века тоже шьют самостоятельно. Только из натуральных материалов. Льна, кожа и войлока. Здесь интересно все. То есть от самой культуры, ну познания самой культуры, разных элементов, мелких, разных деталек. До, собственно, воссоздания самого образа. Здесь интересен каждый отдельный взятый момент. И как в частности, так и в целом. Лучший стрелок турнира в награду получает полный колчан стрел. Но куда важнее признаются лучники единения с историей родной страны и общения с единомышленниками. Данила Выжевский, Павел Ходынский. Новости здесь. Омск.